привет всем мои дорогие друзья сегодня с вами снова я владимир это слово автора все дело в том что этот выпуск идет под шестым номером по той простой причине что 5 потерялся да я буду его переснимать потому что как выяснилось при редактировании звук не писался не знаю как так получилось да не волнуйтесь 5 эпизод выйдет в конце после того как я заберу последний 10 эпизод посвящен root приложениям ну и пару слов о том что сейчас происходит ролики выкладываю не так скажем так активно как раньше понятное дело сезон отпусков заканчивается учебный год очень много дел очень много планов на следующий учебный год поэтому ролики будут выходить не так часто как раньше да ну до тех пор пока с сентября все не вернется в привычную калию да поэтому не теряйтесь ставьте палец вверх поддерживайте меня рассказывайте друзьям и в скором времени канал снова за функционирует как обычно ну а теперь перемещаемся на компьютер и смотрим видеоролик вот маркет хелпер замечательная программа пригодится обладателям клонов допустим сейчас скажу я скажу был такой fly ох не могу вспомнить просто друг у меня на тот момент работал в магазине консультантом и он мне показывал что просто galaxy s3 и вот этот вот этот лайк я не помню какая модель ну допустим возьмем к примеру по моему еще high screen explosion был такой девайс до аппаратов компании high screen он многие писали что вот это точная копия samsung galaxy s3 только которая дешевле там в два раза потому что германия производства россия то есть там такая вот путаница ну как бы девайс относится к вроде как получается бюджетной категории но по бенчмаркам и по вообще с железу очень хорошо себя ведет так вот смотрите все дело в том что разработчики они тоже люди которые хотят кормить свои семьи они в первую очередь ориентируются на тех кто платит да то есть очень много игр да допустим я так делал со своим huawei тут сейчас приведу пример был такой хороший смартфон htc desire hd и был такой хороший смартфон huawei 8 8 2 0 с абсолютно аналогичным железом но если кто-то запускал игрушку допустим shadow crawler на смартфоне htc desire hd тормозов не было если я запускал эту игрушку на huawei 8 8 2 0 тормоза были абсолютно получается одинаковый кэш абсолютно одинаковый apk файл но лаги лаги почему потому что игра все равно воспринимала меня как ноу-нейм устройства да ну какой-то там huawei ну хорошо но вот я на него не настроена поэтому я буду работать с настройками по умолчанию то есть приложение железо не анализировала и работала уже как будто бы на другом девайсе то есть я к чему веду давайте посмотрим телефон допустим если у меня телефон клон допустим nexus 5 или samsung galaxy s3 клон я имею ввиду по железу а тут собраны в этой программе маркет хелпер самые популярные девайсы да никто не будет спорить что samsung это мастодонт вообще android индустрии и самые продвинутые гаджеты получаются у самсунга и htc ну и у моего любимого nexus тоже но на самом деле я как бы не фанат компании lg я больше фанат nexus вот я выбираю samsung galaxy s3 и собственно что если я нажму activate то я перебью настройки маркета я перебью настройки файла build проб и маркет когда я буду подключаться к нему будет думать что я подключился со смартфона samsung galaxy s3 более того если вы зайдете во вкладку мои устройства в учетной записи google play вы увидите что у вас будет аппарат samsung galaxy s3 с картинкой совсем как положено хотя по факту это будет важно допустим fly или high screen explosion да к примеру и когда вы будете качать игры и когда вы будете качать кэш кэш будет качаться непосредственно под ваше железо но она будет качаться под samsung galaxy s3 к примеру но так как ваш девайс клонов то и игра будет работать с такими же настройками как если бы это был galaxy s3 то есть не будет таких проблем что девайс точная копия по железу а игра тормозит я с этим очень хорошо столкнулся на примере huawei и 8800 то есть мне было определенно непонятно почему девайс который точно копии htc desire hd ну так как бы плохо работает с играми следующая программа мобайзен да кстати мобайзен это программа с помощью которой записываю видео в данный момент поэтому я думаю нет смысла заострять на невнимание она офигенская и я уже рассказывал про нее как добавлять рамочку как записывать видео то есть очень подробный был обзор единственное что мы видим она крашется но она крашется только потому что запись уже идет по моему больше часа вот а мы с вами кстати 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 запись идет больше часа мы посмотрели только половину программ только 30 штук ладно наверное продолжу снимать а потом все равно же порежу для вас видео mugen power app это замечательная программа она позволяет настраивать профили батареи в данный момент у меня настроена стоковая батарейка если вы будете ставить ну настроена именно откалибрована да я уже говорил что когда вы меняете прошивку и когда вы меняете батарейку вот как ни крути кто бы мне что не доказывал а мне действительно очень долго пытались и упорно в комментариях сказать что я не прав аккумулятор ведет себя по-другому если у вас там один телефон да и в этом спину рта доказывайте что это не так вот когда у вас действительно будет много аппаратов вы поменяете массу гаджетов вы будете уже понимать что да действительно вот я я чувствую аккумулятор ведет себя по-другому что до и аккумулятор как будто бы с его заряд тает быстрее вот эта программа она позволяет вам калибровать аккумулятор да при замене то есть вы поменяли вставили ном в аккумулятор прошились вы можете его то направлять но это еще не pronto что самое главное здесь можно менять батарею здесь можно настоль профиль для 3 батареек причем программа от создателей Мугеновских аккумуляторов, это кто не в курсе, это очень хорошие ребята, которые делают на брендовые модели, да, Nexus, Galaxy, аккумуляторы больших объемов, то есть, да, потом в интернете появляются такие фотографии, как, допустим, Galaxy Note, да, прожил там до 10 дней, но, естественно, если к нему присобачить большой толстый аккумулятор еще на 3000 мА, да, естественно, аппарат с большим объемом батарейки протянет намного дольше, если его увеличить более чем в 2 раза. То есть, мы видим, Mugen Normal Size, Mugen Large Size и стоковая батарея, так, которая есть у меня. То есть, в принципе, при первом включении вам предложат полностью разрядить аккумулятор, потом полностью его зарядить и откалибровать, после чего переписываются настройки файла BatteryStat и делается бэкап вот этого профиля. Потом, при подключении другого аккумулятора, другой батареи, вы можете, ну, допустим, тех же самых мугеновских аккумуляторов, вы можете перекалибровать на другой аккумулятор, внешний аккумулятор. Вот, кстати, как, допустим, на iPhone внешние бамперы-аккумуляторы, вот такие же бамперы есть на Nexus. Вот, пожалуйста, вот этой программой можно работать. Дальше, Pimp My ROM. Русская версия, русификаторы я нашел на 4 пада, то есть, так ее нельзя получить без русификации. Та программа, которая в Google Play, она на английском. Что делает эта программа? Это вот прям набор инструментов, твиков, модов и все получается в одном приложении. Да, это, по сути, очень мощный твикер. Он может настроить вам очень много параметров. Вот, меня он выручал в случае с GPS, я не знаю почему, но у меня, я не знаю, для особенностей аппарата или как-то модуля, который здесь, ну, в общем, до тех пор, пока я с помощью программы Pimp My ROM не откалибровал GPS конфигурацию на Россию, да, он показывал, что я нахожусь в Африке, да, в какой-то Зимбаби там. То есть, вообще, дельчайший косяк, казалось бы, можно было сдать аппарат по гарантии, но я, в принципе, к этому тоже отношусь очень лояльно. Когда я могу сделать руками, я не стану никуда я относить, тем более аппарат мне нравится. И другого дефекта, кроме GPS модуля, нет. И здесь также можно настроить работу видеоускорителя, то есть, включить ограничения FPS, включить вертикальную синхронизацию, да, синхронизацию кадров, как на компьютере. То есть, очень много твиков, я не знаю, даже тут сразу разработчик, как вы включаете, предупреждаю, что вы сделаете бэкап. Причем, он говорит, сделайте бэкап через рекавери, как и я, потому что можно настроить работу процессора по многопоточности, можно настроить работу с Dalvik кэшем, в принципе, можно отключить проверку подписи пакетов. То есть, тут, понимаете, здесь столько всего, что даже я не каждым параметром могу воспользоваться, потому что я не знаю, для чего он. Лично я скажу, что я сделал с помощью этой программы. Я ускорил работу видеоускорителя, я ускорил работу графического интерфейса Android, чтобы не было лагов. То есть, я как бы проработал с количеством кадров, чтобы не было ограничения, чтобы, если нет ограничений, у вас садится быстрее батарейка. Если есть ограничения, батарейка не садится так быстро, но при этом у вас там аккумулятор быстрее садится, ой, медленнее садится, но FPS низкий в играх. То есть, ну, очень много нюансов, я еще раз говорю, мой телефон, да, он уникален в том плане, что он настроен целиком и полностью под меня. Вот эта вот программа PimpMyROM позволит вам тоже очень-очень много чего сделать в соответствии со своими требованиями. Там даже есть твики ядра Linux, да, которые встроены в ваш Android. Это очень круто. Вот сейчас, наверное, мы ускоримся, потому что остальные программки тоже полезные, но очень-очень простенькие. Программа QuickBoot. Она позволяет просто перезагрузить смартфон, выключить его и сделать рекавери. Ну, то есть, перезагрузиться в режиме рекавери, в режиме восстановления, либо создания резервной копии, бэкап, прошивки всего ROM. Программа, вот, программа, то есть, мы просто жмем, сейчас я проверю, стоит ли у меня уведомление. Так, уведомление стоит. Мы просто жмем Reboot, и он спрашивает, хотите ли вы перезагрузиться. Если я нажму ОК, то аппарат перезагрузится, причем перезагрузится полностью, да, как если бы я удерживал кнопку питания, а потом его включил. Следующая программа Rebooter, я перескочу RAM Expander, просто объясню. Rebooter, это горячая перезагрузка. Она тоже требует правосупного пользователя. Что она делает? Значит, она оставляет... Я извиняюсь, извиняюсь, мне, наверное, надо попить. Очень много в горле пересохло. Rebooter, она что делает? Она выгружает абсолютно все из системы. Она как будто бы перезагружает девайс, но у вас остается только ядро. И потом вы, получается, все перезагрузили, все выгрузилось, да, если аппарат тормозит очень сильно, либо память почему-то не освобождается. Вы с помощью программы делаете горячую перезагрузку, вот, кстати, из-за чего у меня ОМ-менеджер так и не запустился, из-за того, что я делал горячую загрузку. Вот, и мы видим, убиваются все процессы, кроме системных. А это системные, это телефон, SMS-ки, то есть вот те, которые были вверху, да, с параметром 17. А все остальное рубится. То есть, по сути, это реально перезагрузка. Только такая вот масштабная, но без, скажем так, игрищ с питанием девайсом. То есть, пригодится. Причем, делать можно очень часто, никаких проблем нету. Но я пользуюсь редко, потому что у меня ничего не тормозит. Но с этой программы пользовался на своем телефоне Sharp, она мне была нужна там очень-очень сильно. Потому что там были какие-то неясные мне проблемы с распределением памяти. И я их так и даже не смог решить с правами суперпользователя. Программа RAM Xpander, замечательная программка. Давайте я вам покажу. Я как-то про нее уже рассказывал. Был очень подробный видеовыпуск. Она позволяет увеличить объем оперативной памяти. Причем увеличить, она позволяет увеличить его реально. Очень круто. То есть, у меня по умолчанию 1 гигабайт памяти. С помощью работы этой программы у меня АЗУ не 1.25, а 1.512. Ну, отображается неправильно. Но я еще раз говорю, физической памяти здесь 1 гигабайт. Плюс RAM Xpander добавляет 512 мегабайт. И мы видим, что из этих 512 мегабайт свободно 350. То есть, в среднем 150 мегабайт здесь уже есть чего-то. То есть, сюда дампятся файлы, которые необходимы для работы вашего девайса. Но при этом оно создает вот именно виртуальную память. Это очень здорово. И эта виртуальная память будет работать исключительно в том случае, если у вас карта памяти на 10 класс. То есть, очень быстрая. И еще раз говорю, вот эту программу я очень подробно обозревал. Уделил ей 20 минут. Полностью показал, как она работает. Ищите в прошлых видеовыпусках. Программа Rescan Media Root. Замечательная программа. Сейчас объясню, почему. Эта программа позволяет вам отключить медиасканер в операционной системе Android. То есть, допустим, вы добавили новый снимок, новую фотографию или новую музыку. И если вы отключили вот этот сканер медиатеки, то у вас, получается, она не отобразится в проигрывателе. Я ее почему отключаю? Я использую Player Pro программу. Давайте мы сейчас опустим этот плеер. Недавно только обновился. Это третья версия. Кстати, если кому не нравится третья версия, при желании вы можете скачать Legacy Edition. Да, они как бы переиздали вторую версию. Да, он опять обновлялся. В общем, все дело в том, что если как бы вот этот плеер, Player Pro, он постоянно сканит медиатеку самостоятельно, в фоновом режиме. Плюс медиатеку постоянно сканит сам Android. То есть, получается, вот кто, у кого смартфоны от компании Sony, Xperia, не Xperia Play, а вот линейка Xperia, когда еще они выпускали с Ericsson, я почему точно могу сказать, мне на днях просто такой аппарат давали посмотреть, какое-что надо было там сделать. Там постоянно висит процесс медиасервис. То есть, постоянно висит, постоянно этоает батарею. Мне парень уже говорит, а какого хрена он сжрет-то батарею постоянно? Я вам объясняю, что как бы, видать, у тебя так настроено, что у тебя постоянно сканятся медиафайлы. То есть, это также отъедает и батарею. Но я как бы отключил с помощью программы Rescan Media Root, отключил сканер медиатеки не потому, что у меня батарея быстро садилась, а потому что, когда совпадал процесс сканирования медиатеки плеером Pro и системным сканером, у меня появлялся белый экран вместо проигрывателя, на котором отображалось, что идет сканирование SD-карточки, пожалуйста, подождите. И этот процесс сканирования SD-карточки длился, я сейчас скажу, иногда по 3-4 минуты. То есть, я вообще бесился, я хочу музыку послушать, а мне нужно ждать, пока у меня сканер закончит медиатеку в скане. Причем я еще новых треков даже не добавлял. Я могу вручную отсканировать медиатеку через команду или через предложение. То есть, зачем это нужно? Следующая программа Resolution Changer. Я тоже сниму видео, как она работает с помощью внешней камеры, потому что тогда прервется запись видео. Что делает эта программа? Она позволяет менять разрешение экрана, то есть на смартфонах и планшетах. Мы видим, у меня разрешение 1280 на 720, но если я нажму, вот здесь как бы галочку нажму включить, у меня разрешение поменяется на 480 и на 800. Зачем это нужно? Мне это нужно для запуска GTA San Andreas, потому что, как ни крути, да, Exiles это Exiles, San Andreas это San Andreas. Ну, в общем и целом, вы можете менять разрешение, да, вы меняете разрешение точно так же, как на компьютере, при смене разрешения, а видеоускоритель будет медленнее нагружать вашу систему. То есть, эта программа позволяет менять разрешение, соответственно, нагрузка на ускоритель меньше, данные приходится обрабатывать меньше, потому что текстурки будут более маленькие. И, соответственно, если у вас тормозят игрушки какие-нибудь, вы можете менять разрешение на необходимое вам и наслаждаться хорошей работой той или иной игры, то есть плавностью, достигает плавности работы. Почему я ее так быстро пропустил? Потому что она у меня уже была в видеообзоре максимального ускорения. Академия Я вас уверяю, когда вы проведете аналогию с видео, которое будет идти в правой части экрана, вы поймете, насколько все намного лучше Итак, давайте выберем уровень, пускай это будет третий уровень, потому что он более-менее динамичный Во-вторых, на его примере будет очень хорошо наблюдать количество FPS, потому что даже на нормальных устройствах этот уровень иногда подлагивает Чего уж говорить о бюджетных девайсах Вот, но в общем и целом FPS тут около 30 кадров в секунду на этом уровне, то есть иногда он скачет до 40, но это скорее просто исключение из правил Так, немножечко вещи мешают, подвинем И что ж, ну давайте посмотрим, во-первых, посмотрим на картинку, да, при другом разрешении все выглядит очень здорово Все выглядит очень красиво, 30 кадров, вон 47, но это потому что на той стороне вообще нет никаких объектов, это по сути текстурка такая трехмерная Ну, побежали Так, на самом деле за камерой играть не очень удобно, но, в общем, поставила так, чтобы вы видели FPS Да, вон что-то взрывается, FPS держится, ну, пока в 30 кадрах, там, 34-49 Я единственное, что знаю, потому что уже играл неоднократно с этими фишками Во время взрывов он будет падать до 15, но на плавности это сказываться никак не будет И тут, наверное, просто молодцы Ну, вот 22, 23 кадра, 27 То есть пока не падает до 15, но в идеале должно Видимо, просто... Не знаю, честно говоря Видимо, просто что-то там еще у меня в фоне ненужное отключилось Так, блин, мешает Как, гранат нету, что ли? Нет, есть Так, ну все классно, все красиво То есть, опять-таки, да, кто-то может посмеяться, если у вас там, блин, Galaxy S4 Ну, конечно, вам это покажется смешным, но Да, посмотрите просто на то, что происходит сейчас справа То есть я буду тоже снимать Там будет вообще покадровая съемка Потому что игрушка, ну, очень мощная И у меня, например, она вызывает определенный дискомфорт во время геймплея